Багдад нацелен на наращивание отношений с Азербайджаном, в частности в экономике. По итогам официального визита президента Ирака в Азербайджан подписаны документы. Это в том числе меморандумы о взаимопонимании между Министерствами труда и социальной защиты двух стран, между Госагентством по туризму Азербайджана и Министерством культуры, туризма и древности Ирака и межправительственное соглашение о воздушном сообщении. Значит, большое количество иракских туристов приезжает в Азербайджан. И тут говорить о том, что можно говорить о наращивании иракского туристического компонента в туризме Азербайджана. Количество рейсов из Ирака в Азербайджан достаточно велико увеличивается каждый день. По-моему, на прошлой неделе одна из новых авиакомпаний увеличила количество ежедневных, по-моему, 5 раз в неделю перелетов в Азербайджан. То есть туризм – это то направление, в котором мы потенциально можем увеличить наше сотрудничество. В ближайшее время в Ираке пройдет заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ожидается, что оно сыграет важную роль в расширении торгово-экономических связей. В ходе встречи президентов Азербайджана и Ирака было отмечено, что имеются благоприятные возможности для развития сотрудничества между странами в сферах экономики, энергетики, туризма. По мнению эксперта, Баку и Багдад могут активно сотрудничать и в транспортно-логистической сфере, и транзитных перевозках. А имея хороший потенциал в энергетике, два государства могут наладить взаимодействие в проектах в углеродной сфере. Мы напрямую с ними не ограничим, но посредством той же Турции, того же Ирана мы можем выстроить взаимоотношения с ними. И, конечно же, здесь нельзя говорить о том, что Ирак будет нашим основным логистическим хабом, но наоборот, логистическое и транспортное взаимодействие между Азербайджаном и Ираком, в котором Ирак будет пользуясь нашим транспортно-логистическим сетям, может быть потенциально интересным направлением. Я бы еще отметил, наверное, то, что помимо наземного транспорта, очень важен также элемент, касающийся воздушного транспорта, карго-транспорта, то есть Азербайджан в сферу своего расположения очень близок, особенно к северо-восточным и северо-западным регионам того же Ирака, и на сегодняшний день это сотрудничество тоже развивается. То есть достаточно большое количество транспортно-логистических путей, проходящих через территорию Азербайджана. Азербайджан в данном случае используется Ираком как транзитный кап-узел. Азербайджан в данном случае используется Ираком как транспорта.